К другим темам. История онлайн. В Новосибирском музее документального кино оцифрует сотни старинных киноплёнок из архивов МГТУ. Фильмы почти полвека хранились в подсобке университета. Кинобиблиотеку рассмотрели мои коллеги. На переменах показывали какие-то объявления, художественные зарисовки, что-то такое лёгкое, но в аудиториях уже обучающие фильмы были. Собственный телецентр, кинопроекторы в аудиториях и советские телевизоры в каждом коридоре. О давно минувших днях киностудии Технического университета сегодня мало кто помнит. Немые свидетели сотни киноплёнок, хранившиеся в одной из подсобок. История этого киноархива, она, конечно, тесно связана со спецификой МГТУ, потому что наш вуз, когда он назывался ещё НЭТИ, это был один из самых прогрессивных вузов, где использовались технические средства обучения. И здесь у нас была своя собственная телестудия, где снимались фильмы, где была установлена система телетрансляций по всему вузу. Просмотры обучающих фильмов в советском НЭТИ устраивали регулярно. Помимо лекций и киноучебников, в этих железных футлярах важные для университета события. Награждения, выпускные игры КВН и капустники. Черно-белую историю с плёночных кадров скоро переведут в привычный нам цифровой формат. В ближайшее время оцифруют вот эти восемь яуфов, так называются железные фильмотеки. Здесь основная кинохроника университета. Например, вот фильм «Знакомьтесь с НЭТИ», метраж 272 метра или 10 минут экранного времени. Несмотря на передовой для советского времени телецентр, найти кадры кинохроники университета в интернете непросто. Теперь ситуация изменится. Оцифрованные фильмы планируют выкладывать на Ютуб и демонстрировать в университетском техномузее. Екатерина Киселёва, Андрей Дулепов, Новости ОТС.